МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Звучит музыка И на этой последней трапезе он предсказал предательство одного из учеников и установил Таинство Евхаристии или Причастия. В четвертый день Страстной недели православные христиане вспоминают несколько евангельских историй. Тайную вечерю, омовение Христом ног его учеников, молитва Христа в Гефсиамском саду и предательство Иуды. В народе четвертый день Страстной Седмицы называется Чистым Четвергом. К этому дню в доме должно быть все чисто и убрано. Также существует мнение, что в этот день обязательно нужно сходить в баню. Но не только мирскому, как говорят священники, нужно уделять внимание. Эта традиция не выдерживает критики. Действительно, когда в те далекие времена, когда люди ходили в баню один раз в неделю, тогда, да, баня топилась под четверг, чтобы в субботу перед Пасхой не занимать день такими вещами. Но сегодня, когда мы имеем горячую воду в каждой квартире, это не является самоцелью дня Великого Четверга. В Чистый Четверг православные христиане готовятся к самому трепетному дню – Страстной Пятнице, когда, согласно вероучению, Иисус принял мученическую кончину на кресте. Традиционно современные верующие на Чистый Четверг приводят в порядок свои квартиры, пекут куличи, некоторые даже красят яйца. Ну а кто самостоятельно не собирается печь кулич к пасхальному столу, тот запросто может приобрести его и в магазинах города. Ведь сегодня все рязанские хлебозаводы и пекарни приступили к выпечке пасхальных куличей. Изучал ассортимент куличей и кексов наш корреспондент Алена Куклева, побывав на одном из рязанских предприятий. Главное пасхальное блюдо, которое должно быть на Пасху на каждом столе – это, конечно же, пасхальный кулич. Кулич своей формой, да и содержанием является символом воскресшего креста, который в этот праздник приходит в каждый дом. История кулича берет свое начало с языческих времен. У многих народов существовал обычай – печь весной хлеб и приносить его в жертву земле. Ритуал был посвящен богам полдородия. Это говорит о том, что хлеб был основой основы во все времена. Он символизировал благополучие, здоровье и саму жизнь. Куличи на нашем предприятии производятся по традиционной технологии, на большой густой опаре. Процесс производства очень долгий. С момента замеса опары до тех пор, как готовая продукция выпекается и выходит из печи, длится более семи часов. Куличи начинают печь в Великий Четверг, чтобы успеть осветить их в церкви перед Пасхой. Обычай делать на Пасху куличи связан с историей о том, что Иисус Христос приходил к апостолам, где те трапезничали. Во время трапезы ученики Христа клали на середину стола хлеб для своего учителя. А поскольку храм – это дом Христа, то появилась традиция оставлять в церкви хлеб для Спасителя. Этот хлеб на Пасху освящали, а потом раздавали верующим. Замешанное тесто выбраживается в течение часа, и дальше тестовые заготовки поступают после разделки на растойку. А сколько в таком получали куличиков? Здесь, если по 500 грамм разделывать тестовые заготовки, то получается замеса 92 кулича. Дом, семья в христианстве считается малой церковью, поэтому традиция печь пасхальный хлеб – кулич – стала чуть ли не обязательной для православных христиан. Считается, что кулич, который стоит на столе на Пасху – это символ незримого присутствия в Доме воскресшего Христа. Здесь расточный шкаф. В шкафу в течение часа тестовые заготовки увеличиваются в два раза в объеме. Сейчас пекарь, оператор, вытащит контейнер из расточного шкафа и поставит в печь для выпечки куличей. Куличи на Пасху пекут из добного дрожжевого теста. Желательно, чтобы он внешне немного походил на церковь, то есть был высоким цилиндрической формы. Наш рецепт, можно сказать, отобран годами. Мы как начали, разработали это наша своя рецептура, очень сдобные изделия. И давно, более 20 лет мы уже производим куличи, и покупатель ежегодно приходит, спрашивает, вы ничего менять не будете? Я говорю, нет, ничего менять не будем. Мы только в этом году увеличили содержание еще больше изюма. На прилавке в рязанские магазины пекари планируют поставить около 100 тонн пасхальных куличей и кексов. А продажа праздничной выпечки началась уже сегодня. А теперь о других темах. Сегодня, 9 апреля, отмечается дата взятия советскими войсками города Кенигсберга. Столица Восточной Пруссии тогда, 70 лет назад, считалась крайне мощной и укрепленной крепостью. Гарнизон немцев насчитывал около 130 тысяч человек. Однако план штурма был хорошо проработан и отлично воплощен советским командованием. Поэтому штурм Кенигсберга признан одной из самых успешных наступательных операций за всю Великую Отечественную войну. В Кенигсберге у немцев было три кольца обороны. Первый, в 8 километрах от центра города, состоял из траншеи противотанкового рва, проволочных заграждений и минных полей. На этом кольце располагалось 15 фортов, построенных еще в конце прошлого века, с гарнизонами в 150-200 человек. Второе кольцо обороны проходило по окраинам города и состояло из каменных зданий, баррикад и огневых точек на перекрестках. Третье кольцо в центре города состояло из 9 бастионов, башен и равелинов. Общая численность гарнизонов составляла около 130 тысяч человек. Штурм Кенигсберга начался 6 апреля мощной артподготовкой, затем в полдень под прикрытием огневого вала в наступление пошла пехота, танки и самоходные орудия 3-го Белорусского фронта под командованием маршала Василевского. Согласно плану, основные силы обходили форты, которые блокировались стрелковыми батальонами или ротами при поддержке самоходных орудий, подавлявших вражеский огонь. Немцы оказывали упорное сопротивление, однако к исходу первого дня штурма советским солдатам удалось отрезать гарнизон Кенигсберга, находившийся внутри города от земландской группировки немцев. Еще через два дня советские войска захватили порт, железнодорожный узел города и промышленные объекты. После массированной бомбардировки и штурма крепости 9 апреля немецкий гарнизон капитулировал по приказу генерала Ляша. В результате этой наступательной операции основные силы восточно-прусской группировки немцев были разгромлены. По советским данным, в плен было взято около 70 тысяч немецких солдат и офицеров, а около 40 тысяч были убиты. В потере войск 3-го Белорусского фронта, которые вели активные боевые действия при штурме Кенигсберга, 3700 человек убитыми. По оценке историков, эта операция была подготовлена и проведена не числом, а умением. И в продолжение военной темы. Сегодня в областном художественном музее открылась выставка детских рисунков «Подвигу жить в веках». Посвящены творческие работы школьников, разумеется, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подготовка к празднованию юбилея Дня Великой Победы идет полным ходом. Особое внимание сейчас уделяется занятиям с детьми. Направленные они, что понятно, на патриотическое воспитание. К примеру, в областном художественном музее состоялось открытие выставки под названием «Подвигу жить в веках». На ней представлены работы школьников со всего региона. Ребята принимали участие в конкурсе детского рисунка. Тематика ясна без слов. И вот самые достойные и трогательные, по мнению жюри, работы теперь украшают выставочный зал художественного музея. Очень важно сейчас патриотическое воспитание. И оно, наверное, актуально именно в эти дни. Ребята должны знать правду. Откуда они ее могут знать? Из книг, из встреч с ветеранами войны. Но, наверное, в семье тоже должно проходить воспитание ребят. Потому что много очень фильмов, которые следует смотреть ребятам о Великой Отечественной войне. Есть очень много книг, которые родители должны дать ребятам, чтобы они прочитали, чтобы знать, что же это за великая и такая страшная для человечества война. Целью конкурса, по словам организаторов, является воспитание у школьников чувства патриотизма и уважения к прошлому своего отечества, а также на выявление и поддержку юных дарований региона. Ребята в своих работах отразили очень многое. Правда, быть может, наивно, по-детски, быть может, не всегда соблюдая какие-то исторические нормы и исторические точные факты, но чувства у них были одни. Они против войны, они за мир, и они гордятся теми, кто победил в этой войне. В этом году председатели жюри отметили 52 работы от авторов с 25 муниципальных образований Рязанской области. И на этом наша сегодняшняя новостная программа подошла к концу. В программе подробностей, которая выйдет в эфир сразу после завершения нашего выпуска, сегодня речь пойдет о возможном строительстве в Рязанском микрорайоне Агропром предприятия по сборке мебели. Его появление вызвало протесты части местных жителей. В гостях у подробностей представитель инвестора, который ответит на многие интересующие общественность вопросы. Ну а с новостями на сегодня все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин